Депутаты Московской областной думы приняли бюджет региона на 2017 год, а заодно и перспективный план на последующие годы. В окончательном третьем чтении главный финансовый документ был утвержден на неделю раньше заявленного срока. Это очень важная деталь. Она дает время муниципалитетов на корректировку местных бюджетов. Но важно другое. На что область будет тратить деньги? Большинство депутатов приветствовали социальную направленность бюджета. На что будем тратить? Ирина Люлина разберется. 35 голосов за, остальные против. Проект бюджета расколол Московскую областную думу на две неравных части. Большинство единороссов и фракция «Справедливая Россия» документ поддержали, а вот коммунисты остались недовольны. Несмотря на то, что 78% доходов в будущем году будет направлено на социальную сферу. Это и заработная плата работников бюджетных сфер, и в сфере образования, здравоохранения, социального блока. Это и выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты граждан. Все они были прииндексированы и в совокупном своем объеме дали прирост по этим направлениям почти на 25,5 миллиардов рублей. Структура бюджета осталась такой же, как и в прошлом году. Вся расходная часть сформирована в рамках 16 госпрограмм. Это образование и здравоохранение, а также спорт, развитие предпринимательства и сельского хозяйства. Но появились в бюджете и новые направления. Это, к примеру, программа ликвидации второй смены в школах. На нее в бюджете заложено 34 миллиарда рублей. В целом, эта программа рассчитана на строительство 93 объектов на территории области. Это и новые школы, и пристройки к действующим школам, а также реконструкции отдельных объектов. Целевой показатель, который мы планируем достичь, это к 2021 году, чтобы все детки учились в первую смену. Среди новшеств также программа реконструкции центральных стадионов в муниципалитетах и программа софинансирования ремонта подъездов в многоквартирных домах. А вот на здравоохранение потратят меньше денег, чем в прошлом году. Связано это с тем, что строительство многих инфраструктурных объектов, таких как роддома и перинатальные центры, будет завершено в 2016 году. А значит, освободившиеся средства можно направить на другие нужды, к примеру, на закупку лекарств или на те же школы. Тем не менее, сокращение доходов и расходов послужило поводом для критики со стороны части депутатов. Если говорить о бюджете в целом, мы поддержали бюджет, при этом, конечно, назвать его каким-то прорывным, наверное, не получается, потому что если губернатор поставил задачу несколько лет назад о том, что мы должны выйти на триллион, но пока мы понимаем, что мы с этой задачей не справляемся. Это не бюджет развития, потому что мы, по сути дела, сохраняя все эти выплаты, это нужно сохранять с учетом ситуации экономической, кризиса и всего остального, но мы не движемся вперед. Я считаю, что бюджет взвешенный. Я подчеркну, что необходимо жить как раз на те средства, которые мы собираем. Да, программа развития, которая реализуется губернатором Подмосковья Андреевичем Воробьевым, направленная на программу лидерства, на привлечение инвестиций в Подмосковье, это большая и долгая, кропотливая работа, которая сегодня ведется. Большинство парламентариев проект поддержали. Все они в курсе, что в следующем году бюджет области недополучит 13 миллиардов рублей из-за изменения федерального закона о налоге на прибыль. Но хоть и меньше на эти миллиарды доходная часть все равно высокая и с огромным приростом заработает область в 2017 году на 2,6% больше, чем в прошлом. Почти полтриллиона рублей. Ирина Люлина, Евгений Ермак. Новости 360.